О профессии педагога Анастасия Хоружия мечтала с детства. К моменту окончания школы ее желания не изменились, поэтому поступать в высшее учебное заведение Анастасия Александровна решила на педагогический факультет. Окончив в 2013 году Барановический государственный университет, по распределению начала работать в 33-м детском саду города Лиды. Правда, тогда трудовые будни Анастасии Хоружий продлились недолго. Там всего лишь я проработала 4 дня, совсем немного, и ушла в отпуск по ходу за ребенком. Три года я пробыла в декретном отпуске, и уже вышла работой в 2016 году в детский сад номер 21, где я работаю по сей день. В 21-м детском саду Анастасия Хоружия смогла в полной мере ощутить все прелести педагогической деятельности. Более шести лет она работает с детьми с нарушениями речи среднего и старшего возраста. В таких группах особое внимание уделяется речевому развитию детей, их коммуникативных способностей. Чтобы занятия были максимально результативными, Анастасия Александровна старается проводить их ненавязчиво, интересно и познавательно. А получать максимальную отдачу от воспитанников можно только тогда, если к каждому найден индивидуальный подход и выстроены доверительные отношения. Уверена, Анастасия Хоружия. Нужно видеть душу ребенка, чувствовать каждого ребенка, понимать его, быть с ним на одном уровне. Тогда дети к тебе потянутся, и все тогда получится, когда найдешь контакт с детьми. Тогда и работа становится легче. За шесть с половиной лет работы в детском саду из-под крыла Анастасии Хоружий вылетели десятки будущих школьников. И каждому из них Анастасия Александровна отдавала чуточку себя, своей любви, заботы и внимания. Такое же трепетное отношение к детям она сохраняет и сегодня. Ежедневно к любимой воспитательнице спешат 12 мальчишек и девчонок. И что немаловажно, без слез, капризов и переживаний. Особенно ценят это родители дошколят. Анастасия Александровна, у нее просто призвание работать в этой профессии. Она очень любит детей. Она всегда максимально к ним внимательна. Она всегда подскажет, может, на какой-то дополнительный кружок ребенка. Она всегда замечает за ребенком, какие способности в нем можно развить. Это какие-то физические, танцевальные и так далее. Всегда приносит интересные подделки. Очень радует, что творчески развивается ребенок. И всегда рассказывает, как они на улице что-то лепили со снега. Вообще очень важно, что воспитатель – это второй человек после родителей, с кем ребенок максимально время проводит. И хочется, чтобы в него вложили самые лучшие человеческие качества. Учили доброте, отзывчивости, помощи другим детям. Они всегда очень дружны. Мне всегда нравится обстановка, которая в садике. Когда приходишь забирать детей, они все играются, все чем-то заняты, все играются во что-то разное. То есть нет такого, что дети предоставлены сами себе. То есть для каждого находится какое-то занятие. Такая способность у каждого ребенка развивает максимально в саду. И поэтому, конечно, после садика всегда остаются у ребенка самые приятные впечатления. Он всегда спрашивает, или мы завтра пойдем в садик. То есть два дня выходных ему сложно пережить без сада. Ему хочется к друзьям, к воспитателям. Продемонстрировать свое педагогическое мастерство и поделиться профессиональным опытом Анастасия Харужая смогла сначала на районном этапе конкурса «Учитель года Республики Беларусь» в Лиде. А став лучшей здесь, она поборолась за победу на областном. Волнительно и ответственно было как на региональном уровне, так и на областном. Потому что участвуя уже на областном уровне, я понимаю, что я представляю не только свой детский сад, но уже свой город, свой район. Конечно, требовалась большая подготовка. На областном этапе был вначале заочный этап. Предоставление педагогического опыта, конспектов занятий. Необходимо было написать конспект занятия, не имея под руками ничего, кроме ручки и нашей учебной программы. Тема была заявлена прямо вот перед тем, как в аудитории, где мы писали этот конспект, составляли занятия. Далее нам пришлось показать в Гродно занятия в незнакомой группе и мастер-класс для студентов. После педагогического колледжа, второй курс, нужно было провести мастер-класс, связанный тоже со своим опытом. Ну и далее презентация своего опыта и выступление на заявленную тему. Поблагодарить хочу всех за помощь, всех своих коллег, руководство. Это командная работа, это командная победа, поэтому я считаю, что это победа всего нашего детского сада. Гордится успехами Анастасии Харужей и коллектив детского сада номер 21 города Лиды. Руководство учреждения образования ни на минуту не сомневалось в ее профессионализме и победе в столь престижном конкурсе. Ведь за время работы с детьми Анастасия Александровна зарекомендовала себя как педагог с большой буквы. Анастасия Александровна профессионал своего дела. Она профессионально владеет методами и приемами работы с маленькими детьми. Конечно, все это пришло к ней с опытом. Но общаясь с ней сегодня, я могу сказать, что она счастливый человек, потому что она сознательно сделала свой профессиональный выбор и профессия педагога, и ее призвание. Я помню первый рабочий день Анастасии Александровны. Она моментально наладила контакт со своими воспитанниками. Она провела все запланированные мероприятия методически правильно. И дети ловили каждое ее слово. И я поняла, что в коллектив пришел настоящий педагог. Конечно же, она бы не смогла состояться как педагог, если бы у нее не было любви к детям, уважения к ним и понимания того, что каждый ребенок успешен. Поэтому она профессионал в создании ситуации успеха для каждого ребенка в своей группе. Еще она педагог-психолог. И, наверное, это помогает ей создавать психологический комфорт для каждого ребенка в группе детского сада. Интрига конкурса «Учитель года Республики Беларусь» разрешится в сентябре. За звание лучшего педагога страны в финале поборются учителя и воспитатели со всей Беларуси. Защищать честь нашего региона, области и, конечно же, родного детского сада будет Анастасия Харужая. Ближайшие пять месяцев она проведет в подготовке к конкурсу и волнительном ожидании. Но главное, она, как и прежде, будет дарить свои знания, энергию и любовь дошколятам. Ведь для них Анастасия Александровна давно «Учитель года».